Девушки отдыхают А в прудах и реках рыба водилась Жил народ на Руси-матушке, да не ту жил А только стали вдруг дела нехорошие твориться Откуда ни возьмись появился злодей Соловей-разбойник Ни конному, ни пешему прохода не давал Шок да грабил деревни Русские Девушки отдыхают А нас тут закрепили Ох! Академия! Илья! Илья! Ну, помогай, мать сыра земля. Илья! Хороший у тебя конь, Илья. Может, продашь? Не конь это вовсе, а друг мой верный. Поехали. Нишу. Илья! Мести. Илья! Ну, Илья, придет мой час, погоди. Расслабься. Ой, спасибо вам, Илья. Спасибо вам, Илья. Я вернусь. Чего он сказал? Я вернусь. Это на социальные нужды. Это на социальные нужды. Это на социальные нужды. Что думаешь? А может, прочее сократить? Но-но, а ты часом не демократ? Чур меня. Господь с тобой князь. То-то. Гляди у меня. Гляди у меня. Гляди у меня. А верно сказывают, будто бы ты опять соловья за сто монет отпустил. Это дела государственные, тебя не касаются. Да что же я, как собака цепная, буду за каждым разбойником бегать, а ты его заново на волю выпускать? Да ты что, сдурел что ли? Не суйся ни в свое дело. Я князь, чего хочу-то ворочу. Действую в интересах державы. Ах воно как. Этак-то можно много наворотить. Ну все, хватит с меня. Ишь ты, распустился. Супай отсюда. Я-то пойду, князь. Только на службу впредь. Меня не зови. Точка! Иди, иди. И без тебя на Руси богатыри найдутся. Не забудь коня оставить. Как так оставить? Бурушку? Да как можно, княже? Животина казенная. На балансе значится. Нет, можешь же уплатить. Разумеется, коли деньги есть. Видал? Дожили. Князь, там к тебе этот летописец пришел. Опять? Сказано же не пущать. Вот привязались. Не пустишь, князь. А они опять гадость какую нацарапают. Ну так, чего? Просить? Эх, ну известно дело, просить. Чего спрашиваешь, болван? Не горюй, Бурушка. Я тебя обязательно выкуплю. Денег заработаю. Ну почему? Я могу землю пахать, хлеб сеять. Ну, не умничай. Эй, Степан, грибу ты ему расчесывай, да гляди, не стриги. Ему силу убавишь, себе горе возьмешь. Будет сделано, Илья Иванович. Ночью звезда с неба упала. Добрая примета. Я желание загадал. Оглянуться не поспеешь, уж вместе будем. Дожили, а? В былые годы я бы писак этих в два счета. Кандалы, темница. А теперь, видишь, народ правду желает знать. Что скажут на Западе. О, баба. Хорошенькая. Как ты, милая, сюда попала. Я не баба, а летописец еженедельного издания «Новая береста». Ты летописец? Да, и я хочу знать, по какому праву меня не пускают во дворец. Как не пускают? Да что же это такое? Вы и подтверждаете отставку Лемуромца. Говорят, что он обвинил вас в сговоре с Соловьим-разбойником. То неправда. А пусть вначале докажут. Это верно. Закон таков не пойман, не вор. В переносном смысле. Уберите его, уберите. Зарисовка во дворце запрещена. А знаете что? Как вас зовут? Аленушка. Какое замечательное имя. Так вот, Аленушка, ведь нам с вами здесь поговорить не дадут. Пойдемте-ка в мой кабинет. Не велика сбить душа земель русских! Нет, ну вы видали? Чего опять стряслось? Казна, светлый князь. Чего казна? Соловей-разбойник, бандит проклятый, казну украл. Каковы будут ваши дальнейшие действия? Успел? Мне нужен крупный план. Собравшись с духом, да придя к рассудку мудрому, стал князь мыслить решать, как вора изловить, да богатство воротить. Догнать! Поймать! Богатыря в погоню! Не вели казнить, князь! Только где же богатыря взять? Илья Иванович в гневе домой направился. Обиду на тебя, светлый князь, затаил. А соловей-то еще и коня забрал, Муромского. Послушай, светлый князь, а что, ежели Ильюшке про казну не слово, а про коня рассказать? Он же больной до коня этого. Поедет выручать его, а заодно и казну нашу выручит. Правильно! Нужно срочно к Илье ехать. Смотрите мне, что про казну из дворца. Ни-ни! Послушайте, князь, а можно мне с вами к Илье Ивановичу? Летопись я пишу. Будни русских героев называется. Так, кто ее впустил? Так ведь ты сам, князь, велел. Это я раньше велел, а теперь не велю. Все, уберите ее. Опала. Это произвол насилия над прессой. Свободу беру и славу! Свободу беру и славу! А Илья Муромец землю пашет, да онучи вяжет. Единою мыслью томил. Друга верного у князя выкупить. Ну что вы, мама. Я же еще не устал вовсе. Не спорь с матерью, совсем осунулся. Кожа до кости. Я вот как думаю, жениться тебе, сынок, пора бы. На ком? О, какая разница. Хуж на той, а хуж на этой. Вот, к примеру, Варвара. Кузнеца нашего дочь. Щеки красные, сама крепкая. Ух! Она от того и красная, что от печи кузнечной не отходит. Хорошо. Давай на Глашеньку поглядим. Уж есть на что глаз положить. Такая девица мне не по вкусу. Тьфу ты, не по вкусу. Тебе что же, щи из нее варить? Но, мама, муха в молоко попала. Ждите, мама, гостей. Примета такая. Примета. Жену себе тоже по приметам искать будешь? А почему нет? От судьбы не уйдешь. Она укажет и знак подаст, когда суженую встречу. Эй! Ах ты, Лишенька! И вправду кто-то скачет! Князь, пожалуй. Не иначе. Случилось чего. Неужто сам князь почет оказал? Ух ты, Возьбет, не прибрано. Беда. Ой, беда. Тьфу ты, Ига темная. Доброго здравия тебе, светлый князь Киевский. Надежда городов русских. Мама. Илья Иванович, словей разбойник вновь распоясался. А мне-то что? Это дела государственные. И касательства к ним я не имею. Илья Иванович, так ведь на святое позарился. Коня твоего, Бурушку-косматушку, сокола нашего из конюшни увел. Как увел? Когда? Вчера с ночью. Не брось, друга верного. Скорее за ним не отставать. Доброго дня вам, хозяюшка. Не скажете ли, где богатыря-осыскатель Илью Муромца? Токма тут стоял, землю пахал. А как князь приехал, вскочил на коня и ветром умчался. Опоздала. А вы сами, кто Илье будете? Известно дело. Мама я ему. Ой, здорово. А расскажите, что чувствует мать героя? Гордость за сына, тревогу, смятение. Верно сказала, тревогу. Узелок-то заветный, Илюша, взять забыл. А я и не напомнила. Ой, так давайте мне. Я-то уж его теперь всяко встречу. Давайте, давайте. Не сомневайтесь. Остригли племя Басур-Мацкая. Ай-яй-яй, беда-то, горе какое. Ты, князь, вели отдать доспехи мои ратные. Допущай, подыщут коня покрепче. Завтра выезжаю. Эй, там, чего мешкаете? Снарядите богатыря русского в путь дорогу опасную. Ради такого дела правого решил я с тобой поехать, Илья Иванович. Подсоблю в подвиге твоем непростом. Еще чего. Я обоз в поход не беру. Илья, мне право, неловко. Вроде бы я во всем виноват. Ну, что бурушку украли. Я говорю нет. А я говорю да. Я говорю нет. А я говорю да. В конце концов, за тето честь государства. Да чтоб тебе пусто было. Добрая примета. Что ж, твоя удача, князь. Но учти, вдвоем пойдем. Быстро да налегке. Добро. Добро. А! Ну, давай же. Что же ты? Не бойся. Давай. Не хочет идти. Заупрямилась. Она у меня высоты боится. Так она у тебя стреножена. Как же ты на ней в путь-то собралась? Правда, я и не заметила. Ой, а вы не Илья Муромец? Он самый. А ты что, знаешь меня? Да кто же не знает Илью Муромца? Спасибо вам. Выручили? Пустяки. А ведь мы не случайно встретились, Илья Иванович. Как так, не случайно? Вот, летопись я пишу. Будни русских героев называется. Мечтаю с вами в поход отправиться. Бурушку спасать. В поход? Ну да. А еще у меня есть поручение к вам. От мамы вашей. Ой, да куда же это я задевала? Поручение от мамы. Это не то? Ты вот что, хватит мне зубы заговаривать. А как же поход, Илья Иванович? Да как же они про казну-то пронюхали? Это наши конкуренты. Для них вообще ничего святого нет. Вот она, свобода слова. И не говорите. Завтра же во всех утренних летописях и про коня, и про казну укажут. А ну-ка, Илья Иванович, прочтет случайно. Тьфу ты. Эй, палача сюда. Погодите, князь. Палач здесь не помощник. Что написано, пером не вырубишь топором. Да ну. Он у меня такой виртуоз. А народ чего скажет? Вот то-то. А я-то дело легко поправлю, если меня с собой в поход возьмете. В поход? О храбрости вашей летопись напишу. Мне материал, вам уважение. О храбрости? Ну, а почему нет? По рукам. А Илья Иванович возражать не будет? Илья? Да кто он такой? Да у меня таких, как он, десятки, сотни. Да в конце концов, я князь или не князь? За лесами, за горами, городо леса. А за теями, за лесами, лес да гора. А за тою, за корою, горы да леса. А за теями, за лесами, был ты да травма. Это что? Где? Дружина. Какая дружина? Мы о чем договаривались? Да ты что, сдурел Илья? Какой князь без дружины ходит? Так, вот что. Кар. Что, кар? Кар. О, чуть не обождало. Ну что, трогались? Да вы что тут все сговорились? А что, пускай с нами едет. В дороге веселее. Сметану кислую взяли. Воры. От окраины леса пешими пойдем. Что значит пешими? Да никуда я пешими не пойду. А не послать ли тебя князь обратно в Киев? Что значит послать? Да кто тут таков есть? Чтобы князя посылать. Князя посылать. А знаешь, Илья, вот я по натуре человек отходчивый. Вспыльчиво иногда, а так зла ни на кого не держу. Ну чего еще? Птицы умолкли. А на что нам птицы не на охоту вышли? Зверь да птица всегда беду чует. Не одни мы тут. Ой, да что ты! А вон видишь, шишка на тропу упала. Жди снега к ужину. Приметы народ веками замечал. Они всегда правду говорят. Да что я тебе дитя малое сказки слушать? Приметы. Илья Иваныч! Илья Иваныч, у меня же поручение к вам от мамы вашей. Илья Иваныч! Скажите, а соловей это, это ваше имя или фамилия? Что заставило вас встать на скользкий путь грабежа и разбоя? И мы таки, жизнь така. Ты расширь обе словка. Вяжи ее, ребята. Здесь ночь переждем. Здесь? Да ты вокруг посмотри. Дерево сухое, да и сыч. И в добру кричит. Гиблое место. Тебе-то что? Ты ж в приметы не веришь. Ну, знаешь. Сам же говорил, народ приметы веками замечал. Вообще неспокойно мне как-то. Все, закончили обсуждение. Пора спать ложиться. До полуночи ты стоишь в дозоре. Я? Ну да, ты. А что такого? Потом я тебя сменю. Здесь все равны, понял? Демократия. На-ка, держи. Демократия ваша до смуты доведет. Не аже. Чтоб глаз не смыкал. Демократия. Демократия. Девушки отдыхают. Так, так, так. Что за рыбка к нам в сети попала? Видать, купец. А любой Ярин. Да ты чего? Димнота дремучая. Не видишь князь перед тобою? Вернее, ты перед князем стоишь. Бей челом. Душегуб необразованный. Ах ты, фазан ряженый. Слушай сюда. Сам Соловей-разбойник меня здесь старшим оставил. А потому говори мне сейчас, кто таков. Или немедля голову сплечь с ними. Сказано ж тебе. Князь пред тобой. Прикажи развязать его немедля. Да в ноги падай. Авось простит вас, князь. Ай-яй! Хи-яй! А-а-а! 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 Пу! Ой, Илья, ты не поверишь! Я так рад тебя видеть! И ты, князь, молодец, не испугался. Бей челом, говоришь? Ха-ха-ха! И, конечно! Ха-ха-ха! Это еще что? Откуда она взялась? За моей спиной сговорились. Да ты что, Илья? Да вот и крест! А вообще, баба в походе всегда пригодится. Но я имею в виду, поесть приготовить? Или постирать? У меня вон рукава грязные. Нет. Мы ее здесь оставим. Чтоб не повадно было. У-у-у! 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 Да я... Да вы... Да как вы смеете? Я не просто так. Я желала предать гласности будней русских героев. А-а вы... Таким образом, операцию под кодовым названием возмездия возглавил лично князь Киевской. Записала. С первых же шагов удача улыбнулась князю и... И сопровождавшим его лицам. Да при чем здесь удача? Обычная военная хитрость. И ничего более. Как так? Можно подробнее? Дело несложное. По приметам нашел место разбойничья. А далее на живца их взял. Ну, как на рыбалке. Так это что? Это я у тебя живцом был? Легче, княжа, легче. Говорюш, это просто хитрость военная. Ты подверг опасности жизнь главы государства! Да это из... измена! Смотрите, очнулся. Ну что, будешь говорить, где Соловей? Али тебе повторное приглашение выписать. За море он подался. В Сарьгард направился. Как только казну... В Царьград? Точно? В Царьград? Погоди, князь. Ты же рот-то ему слабани. Как он говорить-то будет. Но... Так я же говорю. Как только казну... Ты по существу! По существу отвечай! Про Царьград! Ну, князь. Дай же ты ему сказать. Соловей велел знаку его дожидаться. Забрал коня богатырского и казну княжескую. Ты ушел. Бредит он! Рука у тебя, Илья, тяжелая. Так... Значит, говоришь, казну княжескую забрал. Решил моими руками дела свои поправить? Не свои. Послушайте, погодите. Не свои, а государственные. Сам же говори. Я касательства к ним не имею. Послушай, Илья, помнишь, я тебе про поручение-то говорила? Ну, от мамы. А тебе бы в добрый час молвить, а в худой помолчать. Не встревай. А ты не смей на меня кричать! Я тебе не кобылу гнедая. И вот что. Привет маме. В конце концов, я князь! И более того, это его долг князю служить. А он мне претензии выставляет. А у меня, у меня рукава грязные. А я князь, если он забыл. А князь с Илюшкой, небось, слезами обливаются. Где мои денюжки? Где мой конь? Где мой бурушка? Ха хаха! Что? Тяжко без гривы волшебной. А ты не беречь соловью, не беречь! Ну-ка, а где моё золотишко? Золото соловью нужно. Ах, золотом соловей новую жизнь начнёт! Заграниченную! А тебя я первому встречному продам! Понял? Или нет? Прикажу сделать из твоей шкуры два барабана! На одном сам буду играть, а другой Илье пошлю! Ах ты, бунтарь-кровольник! Ах ты, паразит! Я-то думал по совести поступить! Коня ему, казну мне! А теперь, вот ему! Вот ему! И конь мой, и казна моя, и казна моя, и конь мой, и всё моё! Видеть его не хочу! Нет, князь, неправильно это! Мы должны догнать Илью! Что это? Это мама Илье велела передать! Сказала, землица родная ему силы придаёт! И что с того? Нам теперь Илья бунтарь без надобности! Нельзя так! А если с ним беда случится? Ну и по делам! Веш! Хорошо! А как без Ильи соловья одолеть? Вы об этом подумали? Как? Как? Василевс нам поможет! Да кто ж сравнится с Ильёй Муромцем? И что это за богатык такой, Василевс? Эх ты, летописец! Василевс – это император византийский. Брат он мне, по крое владыческой. Стоит только ему шепнуть, как он соловья для меня из-под земли достанет! Пока князь со спутницей своею добирались до порта, Илья, между тем, находился на полпути к Царьграду. А соловей-разбойник победу празднует! Был уже совсем рядом с великим городом. Три! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Два! Ха-хе-хе-хе-хе! Забирай! Конь-то добрый! Не жалко! Может, отыграешь? Да я себе сто таких куплю, тысячу Что мне, какой-то конь Да за эти деньги весь царьград уже сегодня будет моим Знаешь, сколько здесь, знаешь, а? Ах ты, шайтан в отродье Э, нет, теперь это мой конь Прочь с дороги Что ж, купец, проверим крепок ли ты в ногах Ах ты, шайтан в отродье 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 Глядите, что я нашел Ух ты Смотри Ничего себе Вот это да Куда лошадь убежала? Кто видел? Пассажиров отплывающих на Царьград Просим пройти ко вторым воротам. Ну вот, почти добрались. Сейчас сядем на корабль и считай, дело сделано. У тебя деньги-то есть? Да-эй, это я так спросил. Зачем нам деньги-то? Князь я или не князь? Ах, какая краса фигурка! Какая лоза, лицом ягодка. Не желаете ли в Царьград попасть? А вам-то что за дело? Могу поспособствовать, а кроме того и работу предложить. Оплата высокая, жильем обеспечу, страховка. Как так, кем? В шоу-бизнесе. Эксотические станции. Я уже вижу. Звезда Царьграда! Непер, это не подходит. А вот скажите, мужчину я ищу, видного такого, высокого, богатыря одним словом. Опять ты про Илью? Ты вообще про кого летописто пишешь? Рядом герой, а у тебя дезертир на уме. Нам два билета в первый класс. Оплата за счет принимающей стороны. И чаю подай с баранками. Это в летописи записывать не надо. Аз есмь, князь! Да я тебя. Вот погоди, придете ко мне за лицензией. Эх, князь. Аз есмь. Ждите меня здесь. Аз есмь. А в Царьграде жизнь шла своим чередом. Василевс, император византийский, трудился, не покладая рук, и ночью, и днем о делах государственных размышляя. Уж вот, примерно так красиво получилось. Здесь же княжество киевское расположено. Да, любопытно. Хе-хе-хе. Ну, что стало? Армию-то на что кормим? А? Так, великий император, братья же, поверь. Не понял. Хочешь расстроить императора? Где этот? Где палач? Я спрашиваю. У него выходной, великий император. Ну, как говорится, милую тебя. Пока. Нет, не просите, не мейте всех к плачу. Буду коснеть и милить. И таким образом, царь Град сумел сохранить себя за свою более чем тысячелетнюю историю. Сразу по прибытии с вами будет проведена обзорная экскурсия, и вы все увидите своими глазами. А сейчас мы предлагаем вам отведать свежего чая с баранками. Бурушка! 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 Не понял, кто пустил лошадь в сад императора? Эй, кто-нибудь, палача сюда! Так ведь у него выходной! Потом отгуляет! Тьфу, ты рыбская колесница! А это не наше, это лошадка изволила! Золото! Любопытно! Снизошла божья благодать на голову твой великий император! Коня волшебного не просто в руки вручила, а за дела праведные отметила! Слава великому императору! Слава! Молодцы, молодцы! А где? Где, я спрашиваю? Конь волшебный мой! А? Опустили! Проворонили! Так, все! Живо! Искать моего коня! Му-му-му-му-му! Уйди, уйди! Эй, кто-нибудь, уберите его! А, может, с воздуха попробуем? Любопытно! Молодец, молодец! Иди сюда! С парашютом прыгать умеешь? Ой, святитель Иоанн! Понастроили! Вон где дворец Васильевса оказывается! Ой, далеко-то как! Дай-ка я присяду на минуту, а то, а то ж голова закружилась! Смотри, как у них здесь культурно! Даже стулья на улице стоят! Ой, хорошо тут у вас! Культурно! Культурно, я говорю! Я, как вернусь, тоже вели стулья такие в Киеве поставить! В Киеве поставить! Ой, удобно! А деньги? Какие деньги? За прекрасный отдых на моем замечательном кресле! Что? Да ты в своем уме? За посидеть на этой драной табуретке! Ты хочешь деньги? Тише, тише! Лучше заплатить, князь! Откуда? Я ж тебе говорил, нету мне денег! По миру пустят! Попутчики непутевые! Серебро! Серебро, говорю! Дива заморская! Это что за птица такая, а? Это шар воздушный! Вы что, украли вилку на судне? Еще чего! Это оплата! Не каждый день у них князь на разносе! Так... Так... Пока ничего не вижу. Ничего. Вот! О! Молодец! Молодец! Бурушка! Бурушка! Вот он! Ха-ха-ха! Вот он, голубчик мой. А это ж кто? Кто смеет ловить моего коня? Всех немедленно схватить и доставить ко мне. Буду казнить, Эмилович. Возможно, только казнить. Эх, не поспеют. Здесь мою мать пупу будет сократить. Молодец, молодец. Покажешь ему короткую дорогу. Ему сказал кто-нибудь, что нужен дернуть за кольцо? Глаза-то разуй. Едва обиду вперед себя не пустил. Спасибо, от зверя лютого уберегла. То-то не грех бы и спасибо сказать. Спасибо, бабушка. Спасибо! Да слышу я, чего кричишь-то? Спешат, спешат. А на спасибо и времени нет. Чего не успеем за сегодня? Далековато дворец. А у императора рабочий день короток. Это я все тружусь от зари до зари. А императоры, а не знаешь? О-о-о, вот эту животину я бы себе завел. Не кусается? Желаете прокатиться, господин? Знаю я вас. Исподнее потом сдерете. Ай, нет, господин. За то, что катаешься, денег платить не надо. Точно? Бесплатно? Мамой клянусь. Князь, да врет он все. Это же у него такой бизнес. А мы время потеряем. Ничего, на нем и поедем. Залазь. Не поеду никуда. Илье, может, помощь нужна, а мы... Нет, ну как ребенок, честное слово. Опять ты проезжу. Все я тебе сказал. Не интересует он мне более. К Васильевсу давай. А ты осталась здесь, раз умная такая. Ишь, князю перечить вздумала. Деспот. Я все слышал. Ах, фигурка и лоза, лицом ягодка. Ты все богатыря ищешь. А что, вы знаете, где его найти? Ха-ха-ха. Конечно, знаю. Прошу, дорогая. Это мой конь. А ну, прочь с дороги. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! У-у-у! Ты чего это? Ни как свистеть здесь вздумал Не свисти, говорю Не сви-сти ENGH! Денег не будет, примета такая Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Пш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш! Эх-ш-ш-ш-ш-ш! Пш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш! Х-ш-ш-ш-ш! Эй, ты чё там копаешься? Я к Васильевсу опаздываю Это прогулка, а не такси Так, всё, ну-ка стой, братец Снимай меня отсюда Хорошо, давай деньги Ты же клялся, что не берёшь денег Я беру деньги не за прогулку А за то, чтобы слезь ослана Понял, да? Ах ты жульё заморское Вот погоди, спущуся я Ай, сейчас спущуся Стой! Стой! Бурушка! Бурушка! Впадай хоть в знак какой Пришли весточку любую Бурушка! Бурушка! Князюшка! Князюшка! Илья! Илюшечка! Сдели меня отсюда! Илья, ввейтесь, мой дорогой Слава богу Встретились! Я по натуре Человек отходчивый Ну, ты знаешь Полагаю, нам Всё-таки вместе нужно держаться Чужая земля всё же Что думаешь? А что это за Чудище заморское? Ты ещё здесь? А ну, пошёл отсюда Скотина бестолковая! Такий ты, князь, неловкий Разве можно с животиной так разговаривать? Она, как человек, ласку любит Ух ты, хороший, хороший Мы тебя не обидим Откуда ж такой зверь чудной взялся? А, бизнесом его кличут Обмана меня окутал Погонщик проклятый Говорит Садись Прокатись на деспоте этом Денег, мол, не надо Я сразу смекнул, что да как А он всё равно Прокатись, мол, князь Окажи почёк Ты увёл, мой слон Илья Иваныч! Вот он, бандит проклятый Где мои деньги? Отдавай мои деньги! Какие деньги? Замолчи, глупый скотыно! Кто духом слаб, у того животное в опале По что звери тиранишь? Я хотела забирать мой слона Я хотела забирать мой деньги У этот жулик! Сам жулик! Ну, я вам сейчас покажу Доставь ты его, княже Лучше скажи, Алёнушка-то куда делась? Никто не умеет обращаться с парашютом Как дальше жить будем, а? Ну, споколует моего коня Будем тренироваться Давайте Полезайте Живо! Великому императору во благо Смею предложить девицу заморскую Фигуркой лоза, лицом ягодка Да-да, любопытно По какому праву меня схватили И, супротив воли, сюда доставили? Нравится Нет, честно Нравится Даже лучше этой, эээ, позапрошлой Немедленно разбежите меня! Я сама к вам шла Сама шла? Эээ, как вас зовут? Да при чем здесь имя? Алёнушка Какое замечательное имя Вот что, Алёнушка Пойдемте-ка в мой персональный кабинет Поймали! Поймали! Великий император О-о-о-о! Все-таки раскрылся парашют Поймали коня твоего придивного В коне уж не определили А разбойников что за ним гонялись? Только одного поймали Как одного? Хочешь расстроить императора? Так Этому палача мне коня моего Живо! А можно мне посмотреть? На палача? Да нет же, на коня придивного Больно любопытно Давай, княже, не отставай О, гляди-ка! Еще один Василевс! Не, ну как живой, честное слово Вернемся, я тоже велю таких поставить Штук с десяток Вот красота-то будет Пойдем, княже Говорю ж, здесь где-то бурушка бегает Чует мое сердце Да не переживай ты так Он... ...нам вмиг поможет casну найти В смысле, бурушку спасти Он же мне брат По крови владыческой Ага! Ну что, попались! А-ай! Ну что, накось выкуси, знай наших, аспиды. А ты, дружи мой дорогой, нисколько в силе-то и не убавил. С чего бы мне ее убавить? Ну а как же? А землица русская, от которой ты сил-то берешь, она ни при чем выходит? Ух, хитрец! Как же это я запамятовал! Эй, ты чего это, а? Вставай, Илюшенька, вставай! Я же пошутил про землю-то! Я к Василевсу, Илюшенька, к Василевсу, за помощью! Ну-ка, служи вы, доложи немедленно Василевсу, что прибыл друг его старинный, князь Киевский. Ну, мне долго ждать? Пропустите меня! Василевс! 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 Вася! Вася! Я здесь! Проклятый рус. Не захотел по-хорошему. Пускай теперь за тебя выкуплатят. Проклятый рус. Спасибо тебе, чудо заморское. Сам бы я не справился. Эй, чем же я тебе помогу? Видишь, напасть какая приключилась! Ах! Всю свою силу я растерял. Послушай, так вот же подкова Бурушкина. Она ж по родной земле ходила. Давай, милая, выручай. Давай. Гляди-ка, и впрямь силушка возвращается. А ну-ка... Здравствуйте, девочки. Ну, вот так как-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фух, славьте господи. Здорово, православные. Кто таков будешь? Я, князь. Чаю выпьешь, князь? Иди к нам, князь. Присаживайся. Здорово, служивые. Тут такое дело. С князем киевским я прибыл. Не появлялся ли он здесь? Понимаю, служба. Не велено с посторонними на мосту разговаривать. Вы чего это, братцы? Видать, спутали меня с кем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, так что? Был здесь князь князь Киевский? Был, значит. А куда подевался? Вот, вот, пожалуйста. Тупая скотина. А пользы от нее больше, чем от всех вас. Любопытно. Сколько еще у него внутри? Можно у вас попросить интервью? Такая необычная история. Нет у меня никакого интервью. Был конь, и того отняли. Бурушкой его зовут. Как? Бурушкой? Не вели гадить. Он мудрейший император. Не понял. Благой конь твой. Чего конь? Перестал злато и сверкать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, собирайся, княжа. Эх, только-только ужин принесли. Макароны. Вообще, молодец, Илья. Не забыл своего князя. Ну, поехали, что ли? А знаешь, что братва сказывает? Будь то бы Василевсу коня придивного доставили. Злата, говорят, из себя извергает. Что за ерунда? Какое злато? А вот такое. А вместе с конем еще и девицу-иностранку привели. Уж не Алену шкули. А где ж казна-то моя? О, как я за казну волнуюсь. Ладно, княжа, не горячись. Разберемся. Почему конь больше не извергает злато? Отвечай. Послали кого-нибудь за палачом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо! И рассказал узник безвинный о кознях Илюшке Муромского. О том, как лишил его злодей бессердечный добра честно нажитого. Обобрал до нитки. Да и спрятал все золото в храня своего волшебного. Великий император! Русские разрушили мост во дворец! Сейчас, Бурушка, сейчас. Великий император! Русские разрушили городскую тюрьму! Ну, землица родная, выручай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Великий император! Армия для похода на Киев построена! Вот тебе, князь, и брат по крови. Здесь, верно, ошибка какая-то. Русские, сдавайтесь! Русские не сдаются! Где здесь русские-то? Вот эти, что ли? Вы с бизнесом вперед ступайте, а я тыл прикрывать стану. Илья, куда ты? М-м-м! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...